Какой кайф просыпаться по выходным, когда муж забирает ребенка и я могу выспаться. Хотя сегодня мне это не совсем удалось, потому что муж меня все равно разбудил. Потому что сегодня мы едем на корнолыжку. Ну вот и вылез у нас первый зуб. Наконец-то. Шести месяцев все нет. Прорвал он десну у нас вчера-позавчера где-то. Да, не зря мама ждала, да? Не зря ты два дня у нас более капризная была. Вот. И сразу начинаю уже серьезно прикорм. Не так, что просто попробовать и все. И она, смотрите, сразу начала есть. Не зря говорят, когда первый зуб вылез, тогда пора. Природа дает знать. В общем, довольная. Сидит, ест кабачок. Так что я сейчас Яну накормлю. Муж пока пошел в гараж за лыжами своими и за машиной пошел. А я пока Януську кормлю. Собрала уже и сумку. Сейчас моя мама мои лыжи привезет. Они у нее в доме хранятся. Мои лыжи и ботинки она мне их привезет и заодно заберет Януську. Анютка у нас сегодня у родителей мужа на даче. Ее, в общем, развлекают. На горку повезут сегодня, на площадь ее. Короче, детей раздали по родителям. Слава Богу, у нас есть такие бабушки, дедушки, которые могут нам помочь и предоставить время на друг для друга, на себя, на развлечения. Вот. И, кстати, еще с утреца пораньше мне принес с Алиэкспресс, представляете, курьер-посылку. Вот она. Причем всего лишь одна вещь, футболочка недорогая пришла мне. Она стоила, ну, рублей 300, наверное, с чем-то 400. Я вам ее сейчас, наверное, попозже на себе покажу, в Америке. Надеюсь, что она мне подойдет по размеру. Китайцы вообще, конечно, странные. То они отправляют все обычными дешевыми доставками, которые даже не отслеживаются и идут по два месяца. И либо из крайности в крайность отправляют курьером. В общем, вот такая вот футболочка. Слава Богу, подошел размер. Ничего не обтягивает. Плечики на месте. Запах абсолютно никакого нет. Нитки не торчат. В общем, очередная футболочка. Пришла я ей довольна. Давайте сейчас разверну камеру на себя. Вот так вот, наверное, будет лучше видно цвет футболки. В общем, такая вот она чуть-чуть необычная. Типа с чокером таким. Имитация чокера, так сказать. Вырез, конечно, для меня не очень свойственный. Но я думаю, что, в принципе, для лета, допустим, взять ее на отдых с собой, в наш отпуск с мужем, который будет только в августе. Но, в принципе, я думаю, что такая вентиляция летом в жару не помешает. И, кстати, в принципе, вот этот вот шлеечку, вот этот чокер можно, в принципе, даже чем-то украсить. Какими-нибудь бусинами декоративными или ружьями. Ну, в общем, полет фантазии может быть вообще безграничный. Такая вот, в общем, смотрите, вот я пройдусь при разных освещениях. Разная получается расцветка. А футболка сама по себе, вот, ну, наверное, вот как сейчас оттенок приближенный. Нежно-розовый такой, пудрово-персиковый какой-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, так у Данилова он GoPro есть, у Юлиного. Он же тоже блогером стал. На Ютьюб снимает видео. У него GoPro есть. Он в ДНСе купил его. Ну, я как-то не готова 15 тысяч тратить на GoPro. Тишина такая. Или на Алишке заказывать. Ветер мне сейчас все руки обморозит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я поехала ломать лыжи. Все. Всем пока. У-ху-ху-ху. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто издумает. Если встанешь и раскинешь руки, то ветер практически полностью затормозит тело. Так, ждем Петю. Сейчас он должен на этих волнах появиться. Там только что вон в синенькой курточке женщина упала. Подлетела на этой волне. И, походу, то ли лыжи потеряла, то ли палки поднимаются обратно. Что-то Петя, видимо, думает, что я очень медленно катаюсь. Судя по тому, сколько он там ждет наверху, пока я займу позицию на съемке. А вот он появился. Хочет потом посмотреть, как он прыгает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Танцы. Пропорции ли они морские? Я думала, это пацан полненький какой-то. Танцы на подъемнике. Раные танцы. Мы накатались, положили лыжу в машину и идем кушать. Пойдем, но займем сначала. О, кошечка, если есть. Вот Петя. Вон, сюда она. О, как хорошо. Давай. Ой, как вкусно пахнет. О, боже, сколько выпечки. Ё-моё, это мой рай. Дай мне, пожалуйста, салфетку. Там есть салфетки? Вон салфетки наверху. Вилочку дай мне и ложку. Вилочку и ложку? Да. Почему? Пироженку, тортик. Так, я возьму вот это. Достань мне, пожалуйста. А салатик что, какой взять? Ну, давай вот тот вот. Подальше. А? Капуски у нас нет, но если что-нибудь за колбаса. Может, дорогу что-нибудь взять? Или анютки? Мне чай. Вот этот, без сахара. С лимоном? Без. Там нету. Так бери с лимонами, я достану. Нет, вон один стоит без... Можно другу отдать лимончик и всё? Мы оба без лимона. Я не всё. Ну ладно, ставь я с лимоном попью. У нас опять говорят, что это вкуснее с лимоном. Ваш чай. Так, говорят, что мало вкуснее чай, чем дома. Так, всё вместе вышло на 550 рублей. Тут детская комната есть. А? Ну ладно. Ты рада, что мы приехали, да? Ух ты! Ой, Марсик пришел. Марсик! Мася, иди сюда. Давай, сниму вас. Марсик к хозяину пришел бывшему. Так возьми его на руки. Видишь, он пришел к тебе. Вот такой вот Марсик. Спрашивали у меня девочки, как там Марсик поживает. Узнал. Узнал хозяев-то. Узнал мужик. Объедаюсь. Последний день сегодня, воскресенье. Завтра начинается неделя опять без сладкого. Я уже говорила, что на неделе я сладкое не ем. Ну, кроме черной сливы там. Вот. А в выходные решила себе разрешать. Потому что прямо совсем полностью без сладкого я не смогу все равно. Может быть, когда-нибудь я и смогу, в принципе, от него отказаться. Но постепенно, мне кажется, надо это делать. Блин, зачесалось. Это то ли на кота аллергия, то ли от сладкого зачесалось. Фиг, понимаешь. Кайф. Сижу, отдыхаю. Муж пошел дочку кормить. Младшую. Я чайу пью. Так, ребята, я, наверное, буду завершать этот влог. Сижу, пытаюсь усыпить Яну, но она ни в какую не хочет укладываться. Лежит на меня, смотрит, болтает, улыбается. Я сегодня весь вечер, пока вот мы были дома, когда приехали от моих родителей, просидела в прямом эфире в инстаграме. Спасибо, девчонки, всем, кто заходит ко мне в эфиры. Девчонки, которые регулярно смотрят мои эфиры. Всех вас очень люблю, ценю. И спасибо, что пишете, всегда поддерживаете беседы. Вот. И, в общем-то, сегодня уже ничего интересного точно не будет. Так что я думаю, что стоит завершить этот влог, а то опять не за финале видео и придется... Пришлось бы завтра утром опять заканчивать. Так что вот, пока Яна не спит, пользуясь случаем, успеваю снимать концовочку. Вот. Кстати, это освещение от моей лампочки, которую я сделала сама, уже показывала вам. Лампа. Короче, вот такая она... Где там? Вот такая вот напольная лампочка. Это просто искусственные цветы стоят в вазе, веточки. И я на них намотала гирлянду. Белую гирлянду. Включаю режим просто без мигания. Просто обычная подсветка. Очень удобно. Кстати, такой очень тусклый, нежный цвет. В комнате темно получается. Слышите, как ребенок поет? Вообще. В общем. Ладно, ребяточки. Всем спасибо большое за просмотр. Как всегда, спасибо, что посмотрели это видео до конца. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok